МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа с главными новостями региона. Познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Проезд открыт. В Ядринском районе запустили движение по новой эстакаде к Сурскому мосту. На волне 100,3 ФМ. Таванрадио отмечает 6 лет в эфире. Настоящий из Великого Устюга. В Чебоксарах побывал главный Дед Мороз страны. Предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета Чуваши этого года. Основные темы еженедельной планерки в Доме правительства. Металлургическая промышленность, производство транспортных средств, машин и оборудования. Рост всех этих показателей обеспечивает позитивная динамика предприятий концерна «Тракторные заводы». В целом же индекс промпроизводства в республике вырос на 4,9%. Объем отгруженной продукции организациям промышленного комплекса составил 235,2 миллиарда рублей. Темп роста 117,5% к январю-ноябрю прошлого года. Что вселяет определенный оптимизм и говорит о дополнительном потенциале роста индекса промышленного производства. Рост 3% – такова динамика в сельском хозяйстве. Увеличилось производство мяса, молока, яиц. Инфляция выросла на 1,9%, но этот показатель в нашей республике ниже, чем по стране. Успешно идет и исполнение бюджета Чувашии. За 11 месяцев текущего года в консолидированный бюджет доходы поступили в объеме 57,3 миллиарда рублей. На 1 декабря текущего года поступило на 13,5% и больше аналогичную периоду прошлого года. Собственное доходы поступило с ростом на 2,6%, составило 34,9 миллиарда рублей. Безвозмездное поступление из федерального бюджета за отчетную периоду составили более 20 миллиардов рублей, что больше аналогичную периоду на 29,3%. В общей структуре расходов наибольшую долю занимает образование – это 35%. Дальше идет социальная политика и здравоохранение. Министр финансов отметила, что республика обеспечивает своевременное финансирование всех принятых расходных обязательств. В этом году значительно больше средств выделяется органам местного самоуправления на решение насущных вопросов, больше всего волнующих жителей республики. В Ядринском районе открыли движение по новой эстакаде к Сурскому мосту. Правда, пока в тестовом режиме. Новая дорога для Чувашии – всегда событие. Это утро водителей приятно удивило. Мы ехали по дороге в Ядрин, потерялись. Навигатор показывает черную полосу, еще пока кирпич. Но дорога классная, новая. Мы приехали, вот увидели вас, теперь поедем туда, куда надо. Приятно ехать просто. Ровно, гладко. И широкая дорога. Стройка была начата еще в 2010-м. Сначала здесь создали насыпь, но ее постепенно размыло. Проектное решение для оползневой местности оказалось неудачным. Тогда и решили строить эстакаду. Полтора года и полтора миллиарда рублей. Именно столько потратили на ее возведение. Уникальность 700-метровой эстакады к Сурскому мосту – первая в республике система автоматического распыления антигололедного реагента. Когда идет снег, снегопад или образуется лед, то есть через ноль, когда переходит погода, она среагирует в течение 15-20 минут. Нижнее слое покрытия – это литой асфальтобетон. Очень хорошо себя зарекомендовал в плане трещины образования из двига устойчивости. И покрытие, которое мы стоим на сегодняшний день, это щма-15. Щма-15 – это тормозной путь увеличивается до скорости 60 км в час, до принципиальных 13,5 метров. Это самый лучший покрытый на сегодняшний день. И на самой эстакаде, и на подходах установили освещение, поставили отбойники. Все ради безопасности. Объект построили раньше, чем планировали изначально. Срок сдачи работ по контракту – август 2020 года. Сложностей особо не было никаких. То есть это наша работа постоянная. Буровые столбы соорудили очень быстро, качественно, в основании. Объект «Красавец» получился. У меня лично, у наших инженерного комплекса, нашего вызывает удовлетворение. Работа проделана. Ну и в целом, я думаю, объект может являться нашей визитной карточкой. Дорога запущена пока в техническом режиме. Еще предстоит подкрасить столбы и привести в порядок подмостовое пространство. Ифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Валерий Рязюков. Республика. Правительство Чуваши, объединение работодателей и профсоюзных организаций республики подписали соглашение о социальном партнерстве. Подписи под документом поставили председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин, президент торгово-промышленной палаты Игорь Кустарин и руководитель Республиканского объединения профсоюзов Анатолий Коршунов. Трехстороннее соглашение на 2020-2022 годы содержит обязательства по защите трудовых прав, гарантии для работающих граждан. Рабочих встреч были даны целый ряд предложений со стороны профсоюзов, работодателей, органов спонтинга власти. Мы постарались максимально в данном соглашении учесть все предложения, которые непосредственно будут затрагивать порядка 600 тысяч жителей Чувашии. В первую очередь понятно, что это делается акцент на трудовые отношения, социальные. Мы партнерски взаимодействуем и с работодателями, и с профсоюзами. Подобное соглашение подписывается уже в 15-й раз. Такая форма работы помогает создавать достойные условия труда, дополнительные возможности для развития малого и среднего предпринимательства республики. В Чувашии с нового года ведут дополнительные меры по поддержке рождаемости. С 1 января 2020 года увеличится срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка до достижения возраста трех лет. При этом будет учитываться доход семьи, равный двукратной величине прожиточного минимума, а не полуторакратной, как сейчас. Кроме того, на одну тысячу рублей увеличат стоимость родового сертификата. Отвечают ли гостиницы требованиям безопасности? Это проверяли в аппарате антитеррористической комиссии Чувашии. Результаты озвучили сегодня на заседании в Доме правительства. Видеокамеры, металлоискатели и специально обученный персонал. Вот минимальные требования о безопасности гостиниц, а также хостелов и бас отдыха. Но паспорта антитеррористической защищенности получили далеко не все объекты туризма республики. В апреле текущего года в адрес руководителей гостиниц и других средств размещения Минкультуры было направлено методические указания по проведению обследований гостиниц для их категорирования и паспортизации. В конце мая этого года Минкультура также провела совещание с руководителями структурных подразделений сферы культуры муниципальных районов и городских округов Чувашской республики. В городе Чебоксары всего 62 средства размещения. Паспорта безопасности получили 16 гостиниц, 2 предприятия гостиничного типа и 3 организации отдыха и пас отдыха. 16 паспортов только оформлено. Понуждать нужно тогда вообще-то. Все расписываются в углове с Минкультурой без помощи, стиль какой-то своей бездеятельности. И во всем остальном такое впечатление складывается. Предпринимателям, работающим в сфере туризма, установили крайние сроки. Паспорта безопасности гостиницы должны получить до марта следующего года, отметил председатель кабинета министров. Еще одна тема заседания комиссии – профилактика терроризма. Наиболее эффективная работа по профилактике терроризма была организована в Минздраве, Минэкономразвитии, Чувашии, АТК города Чебоксары, Аликовского, Урнарского, Козловского, Шимуршинского районов. На повестке дня и подготовка к новогодним праздникам оперативные службы перейдут на усиленный режим несения службы. Обращаю внимание Министерству образования, Министерству культуры на необходимость обеспечения мер безопасности в местах проведения мероприятий. В первую очередь, организация пропускного режима досмотровых. Традиционно особое внимание будет обращено к культурной массе мероприятий в новогоднюю ночь. За эффективную профилактическую работу и противодействие идеологии терроризма в интернете Иван Маторин вручил благодарности и часы от главы региона. Среди лучших и студенты вузов Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Новочебоксарске. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли женщина-водитель и две ее пассажирки. ДТП произошло 16 декабря около 17 часов по улице Промышленная в районе предприятия Хевел. По предварительным данным, 14-ю во время движения в сторону поселка Отлашево вынесло навстречу, где машина столкнулась с Маздой. Женщина за рулем 14-й и две ее пассажирки скончались на месте. Водитель иномарки по предварительным данным не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. К другим новостям. В Чебоксарах ищут донора костного мозга для пятилетней Маши Капрановой. Девочка из Яшкаралы очень нуждается в помощи. Полтора года назад у Маши развилось сверхтяжелое заболевание крови. Лечение препаратами не помогает. Ей необходима пересадка костного мозга. В качестве донора рассматривается папа Маши, но совместимость неполная. Стать потенциальным донором может любой человек. Сдать кровь на типирование в Чебоксарах можно в лабораториях Инвитро в рамках благотворительной акции Русфонда. Всем, кому от 18 до 45 лет нужно, как обычно, прийти натощак с утра в больницу, оформить анкету. На данный момент у нас проходит акция. Мы собираем все вместе потенциальных доноров костного мозга для пятилетней девочки Маши из Яшкаралы. Сейчас во всей России наша задача – помочь ребенку и спасти ей жизнь, найдя доноров. Вообще, в принципе, ежегодно мы занимаемся тем, что ищем доноров, чтобы занести их в регистр доноров костного мозга. И тем самым не только Маши, но и другие дети могли найти потенциально людей, которые спасут их жизнь. Сдать кровь для Маши можно до 31 декабря, если фенотип подойдет кому-то из других больных. Однажды вам позвонят и предложат спасти чью-то жизнь. Важно, чтобы донор и пациент совпадали на генетическом уровне, были так называемыми генетическими близнецами. Только у четверти больных есть шанс найти совместимого донора в своей семье. И по данным специалистов, один на 10 тысяч человек. Вероятность встретить его среди чужих людей. Для этого и формируется национальный регистр доноров костного мозга. Надо понимать, что ты можешь в любой момент спасти другого человека, в том числе маленького ребенка, который еще только начинает жить. На самом деле я никогда раньше не сдавала. И сейчас внутри какое-то такое даже переполняющее счастье. Быть донором костного мозга не опасно. Процедура больше напоминает сдачу компонентов крови. Пересадка может подарить больному шанс на жизнь, когда лекарства уже бессильны. Их голоса знают и любят. Шестилетие сегодня отмечает Таван Радио. Музыкально-информационные выпуски готовит большая команда профессионалов. С годами становишься сильнее, мудрее, терпимее. Сегодня как никогда много звонков. Обычно люди просят кого-то поздравить. А в этот раз Таван Радио принимает поздравление свой адрес. Ксения Алексина одна из тех творческих зачинщиков, с которой все начиналось. Она приоткрыла завесу родиной кухни. Когда мы начинали, нас было трое. Это продюсер Владимир Иванов, музыкальный редактор Надежда Андреева, также была редактором «Я». Первая программа была Твантибель, поздравительная программа. Первую программу вела я. С тех пор и программ, и ведущих стало намного больше. И вообще многое изменилось. Неизменными, пожалуй, остаются только микрофон и пульт. Днем и вечером в эфире уже ставшие родными голоса любимых ведущих. Научиться управляться со всей этой техникой проще, чем со своими эмоциями и волнением, признаются родительщики. Эфир – это постоянный режим работы. Это команда профессионалов, где каждый вносит свою лепту. Музыкальный редактор отвечает за музыкальную базу, проще говоря, за то, что мы слышим в эфире. Радио является отличным местом для того, чтобы развивать свое творчество артистам, как уже и именитым, так и молодым. Проводили проекты «Ротация» несколько лет, на которых молодые артисты могут показать свое творчество, показать свои песни, выступая на сцене. Ну и получается, конечно же, они получают ротацию в нашем эфире. В новом году радиослушатели ждут приятные сюрпризы. Нас ждут в каждом районе, это очень приятно. Сейчас 60% устойчивого покрытия «Таванрадио». То есть, видите, есть к чему стремиться. В планах на 2020 год создать еще два вечерних шоу, запустить их в прямом эфире. Один будет на русском языке, другой на чувашском. Сегодня в сетке вещаний новости на чувашском и русском языках. География охвата с каждым годом увеличивается. Дружная команда «Таванрадио» – «Процветание». Наталья Мальчикова, Павел Иритков – «Республика». Верить, любить, творить. Республиканский фестиваль с таким названием прошел в Чувашском государственном театре «Кукол» при поддержке Чувашской митрополии и Союза женщин Чувашии. Его участники – воспитанники воскресных школ республики. С юными талантами встретилась наша съемочная группа. «Кукольный театр» – возможность увидеть мир глазами своего персонажа. На театральных подмостках привычные истории раскрываются с другой стороны. Стоит только захотеть. Мы, театр, взяли на себя такую миссию – обслуживать особенного зрителя. Особенный зритель не только – это зритель с ограниченными возможностями здоровья, но в особенности мы можем включить и даже тех детей, которые сейчас занимаются в воскресных школах. В чем их особенность? Потому что они по-особому понимают мир. В воскресных школах не учат читать и писать. В них учат доброте, пониманию и милосердию. Все эти качества каждый человек должен найти в своей душе. То, что мы родились от мамы и папы, я часто говорю, это не говорит, что мы еще стали человеком. Человеком нужно непременно стать. Нужна православие – это прежде всего работа над собой. Открыл фестиваль премьеры спектакля «Снежная королева». Над ее созданием трудились чувашские кукольники и приглашенные гости из Санкт-Петербурга. Режиссер Светлана Дорожка и художник Александр Алексеев. Благодаря их совместной работе, знакомый и любимый с детства сюжет Андерсена, зрители увидели совершенно с другой стороны. На самом деле, преодолеть все испытания Герде помогла не только любовь и невероятная сила духа, но и всемогущая сила молитвы. В программе фестиваля выступления шести воскресных школ из Чебоксар, Новочебоксарска, Новых Лапсар, Шумерли и Мриинского посада. Этот форум планируется проводить ежегодно. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. В Новочебоксарске завершились всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплине четырехборье среди юношей и девушек 17-18 лет. За четыре дня спортсмены показали свое мастерство и в заплывах в бассейне, и в фехтовании, в беге и в стрельбе из лазерного пистолета. 36 спортсменок из 14 регионов России боролись за победу. Заслуженные трофеи разделили две москвички и петербурженка. Награды победителям и призерам всероссийских соревнований вручил президент Федерации современного пятиборья Чувашии Алексей Мурыгин. До самого главного зимнего праздника остается всего две недели. В рамках проекта «Новогоднее путешествие» Чубоксары посетил главный Дед Мороз страны. Встречал волшебника из Великого Устюга и наша съемочная группа. Встречали главного Деда Мороза страны в парке Андриана Григорьевича Николаева те, кто верит в волшебство и сказку. Каждый взрослый когда-то был ребенком. Возможно, именно поэтому желания детей и взрослых перед Новым Годом так похожи. Увидеть этого сказочного волшебника. Я жду Деда Мороза. Я уже написала письмо. Вот всю жизнь мечтал настоящего Деда Мороза видать. И вот сегодня пытаюсь его увидеть. Когда Новый Год, мы всегда дожидаемся его и не ложимся спать. Дед Мороз через окно влезал и дарил подарки. Для тех, кто пришел лично увидеть главного Деда Мороза, парк приготовил множество развлекательных мероприятий. Так дети смогли не только покататься на каруселях, посостязаться в меткости и ловкости, но и принять участие в конкурсе новогодних костюмов. Я услышу по интернету, что надо в костюмы приходить Деда Мороза. Главному морозу страны, конечно же, задали самый волнующий вопрос. Когда будет снег? Я уже снег вижу. Зима наступила. На всему свое время. Вот и снег белый, пушистый, морозец славный. С моего приезда в Чебоксары череда новогодних праздников. Все ближе и ближе. Всему свое время. Ждите. Снег будет. Новый Год наступит. Точно по календарю я вам обещаю. С 31 на 1. И все мы вместе отпразднуем наш общий любимый праздник. Новый Год. Во время своего предновогоднего тура главный Дед Мороз посетит 48 городов и населенных пунктов страны. Прямо из Чебоксара он отправился в город Рыбинск Ярославской области. Конечным пунктом его маршрута станет главная елка страны в Москве. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Меньше двух недель осталось и до завершения столичного фотопроекта 550 кадров. Новые лица, удивительные судьбы, незабываемые истории людей и города Чебоксары. Участником проекта может стать каждый. Этой фотографии более полувека. Она сделана в центре города у Чувашского драмтеатра. Девочке Розе на фото 6 лет. Она приехала в Чебоксары на экскурсию и влюбилась в город с первого взгляда. Вы знаете, в то время здесь залива не было. Не было и памятника Константину Иванову. Здесь была Красная площадь. А чуть дальше был парк имени Крупской. Там было очень много аттракционов. И в вечернее время играл духовой оркестр. А это старейшее здание Чебоксар и все Чувашии. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Веденский кафедральный собор возведен в середине 17 века и до сих пор остается духовным центром всех верующих жителей республики. Валентина Познухова родилась в доме, который находился по соседству. И очень рада, что улица Константина Иванова осталась практически неизменной. Несмотря на то, что наш город очень сильно меняется в последнее время, я очень рада тому, что по-прежнему остаются наши замечательные вот эти волшеские места, на которые мы любим, ходим и будем приходить. И будут приходить, наверное, наши дети и внуки. А этот дуб – один из старейших в нашей республике. Ему почти 400 лет. Он находится недалеко от Веденского собора во дворах домов. Валентина Познухова помнит его с детства. Мое детство. Мы часто играли под ним, часто залезали на него. Мы очень гордились, что у нас во дворе растет такой красивый большой дуб. Это только две истории из жизни нашего города. Оставить след в летописи столицы и стать героем рубрики может каждый. Если у вас есть старые снимки на фоне нашего любимого города, интересные воспоминания, которые связаны с этими фотографиями, Мы ждем вас по адресу Проспект Ленина, 15, в редакции Национального телевидения. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До свидания.